Накануне в Центре развития Тувинской традиционной культуры и ремесел прошло чествование выпускников первых шахтерских классов Школы Республики. В мероприятии приняли участие 73 выпускника 11-х профильных шахтерских классов. Выпускников первых шахтерских классов общеобразовательных организаций Республики Тува считать открытым! В фойе была организована выставка достижений юных шахтеров. Учащиеся представили свои работы, рассказали о своих проектах, достижениях и наградах, полученных в ходе обучения. В торжественной части с приветственным словом выступили первый заместитель председателя правительства Александр Брокерт. Дорогие ученики, сейчас вы уже называетесь ученики, уважаемые преподаватели, гости. Действительно, что нужно для того, чтобы наша республика была богатой, чтобы мы хорошо жили? Две составляющие. Первое – это наше природное богатство, наверное, даже это второе. А первое – это люди, которые являются нашим богатством. Потому что без людей, без инженеров, без специалистов ничего невозможно сделать, ни в одной отрасли. Поэтому всегда, когда инвесторы рассуждают о том, какой для региона ее будет привлекать, они, в первую очередь, смотрят, что есть из людей. То есть с кем там можно работать, кто будет строить, кто будет эксплуатировать. То есть это главный ресурс человеческий. Но он где рождается? Он как раз рождается в школе. Выпускники шахтерских классов представили свои творческие отчеты за 4 года обучения в виде презентации видеороликов. Рассказали о том, как они готовили исследовательские проекты, об их взаимодействии с базовыми предприятиями в виде экскурсий. И поделились результатами на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. Батарея металла. Надо дальше делать, чтобы была больше добавленная стоимость. Потому что иначе концентрат улазился, он где-то превращался в металл, на лист. То есть там основные доходы появлялись. И на лист были богатым. То есть мы были и бедными. Поэтому надо здесь добавленную стоимость сделать на месте. Чтобы не просто сырье побывать, а вот чтобы максимально его перерабатывать, чтобы оно было приобретать способность. В ходе торжественного мероприятия всем выпускникам были вручены подарки от Министерства экономики и удостоверения. Завершилось мероприятие общей песней с Днем шахтера в исполнении учащихся Байхакской средней школы и общим фотографированием всех участников.